МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы только зашли на территорию парка, еще все самые красивые фонтаны впереди, но уже слышно, что здесь везде шумит вода. Вода шумит не только вот там, где этот фонтан, она шумит и вот там. Там видна труба, и из нее течет вода, потому что все фонтаны, которые здесь, они не насосные. Эта вода, которая стекает с верхних ярусов в ландшафт, она течет вниз, просто вот так сама. Благодаря этому поднимаются струи небольших фонтанов и главного каскада. Только за счет напора движутся фигурки и здесь. Удивительно, никакого электричества, исключительно инженерный расчет. Но согласитесь, современному человеку сложно представить, что все это реальность. Как можно поверить, что здесь нет насосов, здесь нет электричества, и что вот эти огромные многометровые струи поднимаются просто за счет какого-то там, какого-то расчета? Не верю! А придется поверить. И глядя на разные фонтаны, несколько десятков раз убедиться в том, что все это правда. Не знаю, что там в Версале, с которым часто сравнивают Петергоф, но здесь просто потрясающе. Здесь в Петергофе нам несколько раз сказали, что этот комплекс, он гораздо интереснее Версаля, больше, масштабнее, ну, в общем, во всем лучше. Я не знаю, не была Версаля, но одно могу сказать, очень впечатляет, что вся эта система работает без насосов, без электричества. Все эти фонтаны работают только за счет того, что вода сверху давит сюда и вот через струи выплескивается. Получаются такие разные фонтаны. В своих роликах я часто говорю о впечатлениях и эмоциях, но в случае с Петергофом проще рассказать какие-то факты, потому что настроение, которое появляется там, не поддается описанию словами. Да и разве нужны слова, когда смотришь на все это великолепие? Здесь как-то очень светло, несмотря на то, что небо сегодня пасмурное, и оно понижается, понижается, скорее всего пойдет дождь, заходишь сюда, и как-то по-летнему празднично, такое все светлое. Мы отправились в Петергоф с экскурсией из Петербурга. Успели посетить большой и малый дворцы, правда снимать там запрещено, поэтому убранство императорской резиденции ищите на открытках. Очень необычная архитектура большого дворца мне показалась. Он, по сути, один длинный сплошной коридор, разделенный стенами на разные комнаты. Некоторые залы в оформлении напоминают зимний дворец. Тоже порогка, тоже золото, лепнина, ажурные люстры в интерьерах. Те, кто любит, когда богато, будут в диком восторге. Ну и остальные равнодушными не останутся. Несмотря на то, что комнаты и залы воссозданы, там все равно какая-то своя особенная атмосфера. Во дворцах снимать нельзя, но, может быть, это и неплохо, потому что флешка бы закончилась еще там, а здесь, на территории парка, столько великолепных мест, столько прекрасных фонтанов, такие клумбы, такие сады. Это вообще, мне кажется, здесь очень сложно остановиться, фотографировать и что-то снимать. Поразительно, но весь этот комплекс был практически полностью воссоздан. Во время Великой Отечественной войны Петергоф превратился в руины. Оставались только некоторые стены. Мурашки просто от того, что кому-то пришло в голову сюда сбрасывать бомбы. Музейные работники как могли спасали коллекцию, вывозили, что успевали, закапывали скульптуры прямо здесь, в землю. Ужасно, конечно. А вроде Европа у нас уже столетие считается цивилизованным миром. И куда исчезает вся эта цивилизованность, когда войны идут? Правда, это очень печально. И еще более грустно от того, что, в общем-то, ничего не изменилось и сейчас тоже где-то происходит нечто подобное. Как бы это кому-то не портило настроение, но я всегда об этом говорю и призываю не превращаться в варваров. Никогда. Когда реконструировали весь этот комплекс, то все сделали так, как это было до Великой Отечественной войны, когда разрушено очень многое было. Но говорят, что сейчас струи фонтанов стали меньше, чем были, например, 50 лет назад. И, как нам рассказал экскурсовод, это связано с тем, что воды в целом стало меньше в реках и подводных источниках. Петергоф очень приспособлен для долгих прогулок. Есть туалеты, есть лавки с какой-то едой, продают напитки, мороженое, орехи. С едой, конечно, тут немножко напряженно. Вроде бы палаток много стоит, но продают везде одно и то же. Хот-доги или вот типа таких штук. Потом мы все-таки увидели еще и блинные, и несколько кафе, ресторанов. Есть такие прямо у Финского залива. Вид оттуда потрясающий, я думаю. А гуляя по аллеям и мостикам, я поймала себя еще вот на какой мысли. Вроде бы комплекс до последнего дерева рукотворный, созданный инженерами, архитекторами и садоводами. Ну, тогда еще не было ландшафтных дизайнеров, которые так модны сейчас. При этом там не чувствуется диссонанс с красотой естественной, настоящей. Наоборот, мне кажется, в Петергофе возникла какая-то удивительная гармония с природой, что даже не представляешь этот берег Финского залива каким-то другим. Петергоф — это не только прекрасные разные фонтаны, это еще и замечательный сад. Здесь потрясающие клумбы, потрясающие цветники, деревья, кусты. Здесь с их гулять одно удовольствие. Раньше здесь росли березы, поэтому аллея называлась Березовая. Название осталось, правда, деревья пересадили, и теперь здесь растут липы. Вот и получается такая здесь липовая березовая аллея. В Петергоф нельзя приехать на пару часов перед поездом. Рискуете опоздать. Оттуда просто невозможно уйти. Настолько там красиво, спокойно и невероятно интересно. Посмотрите-ка на эти фонтаны. Императоры и императрицы любили позабавиться, видно. Сложно представить, конечно, как они скакали тут в своих платьях, но, думаю, смеха было не меньше, чем сейчас. Ну, а я лучше промокну в море. Для тех, кто не знает, Финский залив – это залив Балтийского моря. Ну что, окунемся в Балтийское море? Нам сегодня невероятно повезло с погодой. Вообще прогноз был не очень радостный. Прогнозировали грозу, дождь. Собственно, с утра небо затягивало и даже дождик начинал уже накрапывать, но потом как-то распогодилось, выглядывало солнце, эти струи фонтанов плескались в лучах. Это было очень красиво. И, собственно, вот сейчас вечер уже, а дождя все не было. Ах, как же уходить не хочется. Не сдаются ли комнаты в императорском дворце? Не сдаются? Жаль. Пожалуй, неплохо было быть членами царской семьи. Пожалуй, я бы стала императором. На территории Петергофа несколько дворцов и десятки фонтанов. Сотни туристов бывают здесь каждый день. Из всех посещенных мною подобных, так скажем, раскрученных достопримечательностей, здесь было комфортнее всего. Несмотря на популярность Петергофа, никаких толк, а поэтому там очень спокойно и приятно гулять. Совсем не хочется скорее выйти наружу, как бывает в некоторых местах, в том числе и в парках. Здесь тебя никто не толкает, не торопит. Для всех достаточно дорожек и тропинок. Как-то все так устроено, что люди не мешают друг другу. И при желании даже можно побыть одному, неспешно созерцая великолепие этой резиденции. Не знаю, что там они поперсали, но у нас в Петергофе все просто супер. А еще вдвойне радостно, что мы застали здесь, пожалуй, лучшие дни этого лета. Пока, Петергоф! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!